Здравствуйте, с вами снова Митр Снэйк, продолжаем проходить Dark Souls, показываю вам сет странника, вот так он интересно выглядит, но носить, естественно, я его не буду, так что переодеваемся. Вот, ну и здесь, пока я вам расскажу историю одного NPC, с которым мы уже встречались, это Кирк, если вы помните, то он вторгался к нам в глубинах, и я сказал, что с ним связана одна увлекательная история, так вот давайте ее и послушаем. Позвольте, спросите меня сначала. Нет времени, чтобы я разговаривала. Позвольте только о нашей fair lady и о том, что она может быть. Ничего не могу сказать тебе, но если ты поставишь на свою fair lady, ты должен быть готовы, чтобы обстрелить мою смерть. Ничего не могу сказать. Расскажет, расскажу вам ее я. Вообще с ним связан, кстати, один сюжетный диалог, он почему-то сейчас не хочет об этом говорить, может быть, надо в камерат сначала вступить, он расскажет о, по-моему, Кавилеке и прекрасной леди. Ну, если не расскажет, то тогда я скажу вам сам, что он будет говорить. Так вот, Кирк, он вторгается в миры, ну, такие же, как наш или другие, под видом красного фантома, но после того, как он вторгнется к нам три раза, мы увидим его труп с доспехами как раз вот в этом месте. И фанатами считается, что избранный его убивает, ну, и после этого его можно, как бы, труп найти. Но, на самом деле, по-моему, в игре об этом не говорится, кто именно его убил. И избранный не может убить Кирка, пока тот вторгается к нему. То есть, ну, сами понимаете, что мы можем также вторгаться десятки раз в чужие миры, и если нас три раза победят, то мы не умрем от этого. Кстати, вот заметьте, здесь одну особенность ландшафта, я потом объясню, почему ее нужно заметить. Так что, откуда пошла такая теория, что избранный убивает Кирка, я не знаю. Может быть, и правда где-то это упоминается, просто я был невнимательным. Но я предполагаю чисто свое МХО, что скорее Кирк понимает, что больше он не может побеждать других, потому что проигрывает слишком часто, и скоро разум его оставит. Поэтому типа передает свои доспехи нам, ну, может быть, убивая себя, может быть, на каком-то другом трупе, чтобы мы продолжали делать его дело. А что же он делает? Он, как и Квилак, помогает прекрасной леди жить. То есть, он добывает в этих боях человечность, но не отдает ее каосу, как опять же считается фанатами, потому что он типа вступил в его ковенант, а отдает ее прекрасной леди. Ну, вы сами понимаете, что наверняка они часто такие же, как мы доходим до второго колокола. Поэтому Кирк наверняка добывал от человечности гораздо больше, чем Квилак. А вот это следующий босс, который, как вы видите, стоит в лаве. И более того, эта лава как раз из него выходит. Там можно с какого-то места заметить, что именно он является ее источником. Но он к нам не враждебен, пока мы не обшарим этот труп или пока не начнем прямо атаковать его. Вообще, на самом деле, это... Неутомимый воин, так перевели. В общем, это брат сестер хаоса. И вот труп, который мы обшарили, это его сестра. Одна из них, правда, сейчас мы сняли сет Квиланы, а Квилана-то на самом деле жива. Почему мы видим ее сет на трупе, я, честно говоря, не очень понимаю. То ли это недоработка со стороны разработчиков, то ли... Ну, там две сестры, что ли, Квиланы было. Или... Я не понимаю тогда, почему так они назвали этот сет. Это совершенно другая мертвая сестра, которую, типа, принесли в жертву. И мутированный брат просто вот здесь сидит такой грустный и охраняет ее или наблюдает за ней, как говорят. Но после того, как мы оскверняем, типа, ее останки, он пытается нас уничтожить. И так как я говорил, заметьте насчет особенностей ландшафта, там пола не было. И он пытался убить нас в последнем прыжке, но не попал. А теперь он висит над пропастью и сделать ничего не может. Ну, и мы тоже ничего не можем сделать, кроме того, что просто его скинуть. Несколько раз ударив ему по руке. Неважно, на самом деле, сколько здесь вы повреждения нанесете, нужно ударить пять раз. А после этого он перестает держаться и падает вниз, тем самым умирая. Это не баг, это обусловлено сюжетом, которым я вам только что пояснил. Точнее, не то что сюжетом, а вот разработчики предусмотрели его смерть именно вот этим образом. Кто мог вообще предположить, что это какой-то баг, я не понимаю. Баги, они не так выглядят в играх. То есть это специально было продумано. Собственно, это и легкий способ его победить, само собой, но я вам ради сюжета рассказал это. Победим по-честному, хотя условно по-честному, потому что там бой будет тоже достаточно легкий. Просто немного более, ну, дольше он будет длиться. Сделаю я в следующем прохождении на НГ+. Ну, вот так выглядит сет Квиланы, как здесь написано. В принципе, можно и в нем походить, но он мне не шибко нравится и, наверное, больше таким пиромантом бы подошел. И, кстати, насчет семерых сестер. Я выяснил, что можно встретить, оказывается, всех семерых, но две из них, я бы никогда не догадался, что это сестры Хаоса. Ну и если труп считать тоже встречей, то тогда мы встречаем всех семерых в игре. Ну, можно продолжить путешествие в забытый изолит здесь, но там особо делать нечего, потому что только ради угля можно было туда сходить. А так, там дальнейший проход закрыт, так что там особо нечего искать. Но теперь нам нужно выбраться из чумного города. При этом нам нужно зайти за душой Хранительницы Огня, и если бы это не было полным прохождением, я бы это не делал. Потому что там слишком большие шансы умереть, и это делать слишком опасно. Я бы на это благополучно забил, но придется все-таки туда идти. А еще проблема будет в том, что без паучьего щита, короче, очень много веселого ждет нас в ближайшем будущем. Чтобы выбраться из чумного города, не обязательно возвращаться по всей длинной локации, потому что есть более короткий путь через долину Дрейков. Само собой, этот путь работает в обе стороны, но для того, чтобы пройти сюда, вам нужна будет отмычка. И если вы ее не брали, то выбора нет, с какой стороны у вас будет идти Квилак. Но, как вы могли заметить, в принципе, особых таких нужных вещей, кроме ПВ, на том пути не было. Но если даже не нужны, в принципе, можно и снизу вверх подняться, чтобы их найти. Ну, а этот путь, он гораздо легче, быстрее и, более того, по спидранской тактике, проходится там буквально за несколько минут, в отличие от пути обычного. Вместо кучи лестниц нам предлагают подняться на вот такого вида лифте. Я не знаю, на самом деле, зачем его разместили разработчики здесь, в чем его, ну, реально такой сюжетный смысл. Может быть, смысла вообще нет никакого. Но дальше нам предлагают все-таки подниматься по лестницам. Врагов здесь будет по минимуму, только надоедливые москиты и один огненный парень. Так что нас не обременяют слишком сложным обратным путешествием. Ну, и плюс, даже если вы где-нибудь сорветесь и умрете, то очень рядом находится костер. Ну, сюда нам, наверное, рановато будет идти или... Или нет, именно сюда нужно идти, потому что там просто есть одно секретное место, про которое, по-моему, до сих пор не все знают. Вот, и лучше с этими ребятами сначала разобраться, потому что они по вам стрелять нам будут. Так что давайте идти сразу сюда. Умрем, ну, значит, умрем. Ну, пока все складывается удачно. И, по-моему, даже никто толком попасть не смог. Ну, и пока мы тут бегаем, я вам кое-что поясню, а то уже в который раз спрашивают, почему я не хочу ходить с Дивайн Катаной, так как я качаю веру, и не больше ли урона будет с нее. Ну, во-первых, если вы не знали, то Дивайн Катана делается абсолютно из других осколков Титанита, которые я не буду использовать вообще нигде. Поэтому, почему вы думаете, что я не сделаю Дивайн Катану? Она у меня будет, она очень удобна на одном боссе. Единственный вопрос, что сейчас ее загрейдить на максимум очень проблемно, пока, ну, нет возможности таких хороших сходить с скелетом. То есть нужен прокачанный персонаж. Нужна вторая Катана, потому что если бы я изначально грейдил Дивайн Катану, то я бы вынужден был ходить именно с ней всю игру. И из-за этого я бы страдал очень сильно, потому что урон достаточно слабый, вплоть до того, пока Катана не станет максимальной, то есть на плюс 10, и пока у меня не будет 50 веры. И только тогда урон будет превышать обычную электрическую Катану. Ну, может быть и где-нибудь раньше, но просто здесь также учитывайте уязвимости монстров, а к Дивайн урону здесь не так много уязвимых, как к Молнии. И вот, прикиньте, мне бы без чаши пришлось бы идти в абсолютной тьме по катакомбам и затем там нафармить белых осколков и еще потом и вернуться. Ну, я не знаю, честно говоря, сделать это не так уж легко, как может кто-то подумать. Если не верите, можете сами попробовать, потому что я хотел один раз пройти за Клирика, чисто с Дивайн оружием, и попробовал вот таким образом пройти игру, я забил на обратном возвращении, потому что, ну, блин, это очень сложно делается. Так что не волнуйтесь, Катана у нас будет и такая, и такая, а потом еще Катана будет на плюс 15 еще какой-нибудь... Ооо, это что-то, наверное, я зря упал. Сюда. Ну, вот неправда, успел я нажать перекат, подвела меня к клавиатуре, по-моему, первый раз в прохождении, но это далеко не последний. Вот, и будет у меня еще какой-нибудь... Либо из души Квилек я сделаю этот огненный меч, потому что он очень удобен на Смоге и Ордштейне, или я сделаю Клинок Хаоса. Ну, вот эту вот Катану, которая повреждает себя, пока вы наносите урон другим. Посмотрим. Скорее всего, все-таки меч Квилак сделаю. Все это оружие просто зависит от ловкости, и ловкость я затем в будущем буду качать. Так, ну, зато вот сейчас красиво получилось. Почему буду качать ловкость? Потому что будет качать нечего. Многие качают ХП для дальнейшего прохождения, но я вас уверяю, там, после где-то 3-4 прохождений, вас все равно убивают, там, с двух ударов. Неважно, сколько вы ХП себе накачали. Ну, может быть, если вы его действительно там замаксили на 99, тогда, ну, точно так же вас с 3-4 будут убивать. В принципе, особой разницы нет, насколько вы себе на ХП накачаете. Главное, чтобы вас с одного удара не убивали, и, в принципе, можно спокойно игру проходить. Но если с одного будут убивать, конечно, будет в два раза сложнее. Так что за ХП я здесь гнаться сильно не буду. Как я уже говорил, его можно, в принципе, вообще не качать, потому что реальные проблемы будут в игре только в одном месте. Если вот серьезный СЛ1 никто не делал челлендж, то я чисто вам могу по своему опыту сказать. Самое сложное, это Арнштейн и Смог, которые, ну, как многие, наверное, знают, делают одну случайную комбу, когда влетает один, и затем влетает другой, не давая вам даже встать. И если у вас ХП слишком мало, то вы как бы умираете. Со всеми остальными боссами такого нет. Вас никто не ваншотает, даже на обычном количестве ХП, ни разу не в каченном. Поэтому там драться на обычной игре, в принципе, проблем нет. Вообще нигде. Даже на Гвине. Все очень легко проходится. Ну, я тут проспойлерил боссов последующих, но я не думаю, что это сильный спойлер, потому как здесь такого сюжета, который идет сквозь игру, нет. Поэтому даже если вы будете знать всех боссов заранее, ну, вас ничего не удивит в этом деле. Да и потом, если вы их не видели, то какая разница. Ну вот я и забрал третью уже, да, душу Хранительницы Огня, которую я тоже разменяю на усиление фласки. И сейчас зайдем в один секретик. Его нужно проверять после того, как вы разобрались с этими чертиками, потому как они будут по вам здесь стрелять. И здесь, кстати, есть еще один интересный момент. Когда вы проходите по вот этому мосту, сзади вас падает огненный парень и пытается вас убить. Это довольно смешно выглядит. Поэтому сейчас на это посмотрим, если только москита мне удастся убить. Хитрый москит подождал. Я хотел, по-моему, здесь на тень посмотреть внизу, которую этот парень отбрасывает. Но я ее вроде как не увидел. Ну, где-то в этом моменте он должен упасть. И не падает. Ну ладно. Значит, это происходит далеко не всегда. Просто я вам хочу один тоже момент такой показать, который можно подумать, что это какая-то сюжетная фишка, но на самом деле это лишь тень. Вот в этом сундуке находится одно сорсери, которое снимает отравление. Поэтому, в принципе, можете с этого момента, если можете его одеть, то не таскайте мох, потому как он больше вам будет не нужен. На самом деле я не проверял, снимает токсик она или нет, но может быть и токсик снимает. Так что наверняка штука полезна, особенно для тех, кто играет магом. Разве что всегда жалко на него бывает потратить слот. Поэтому от моха, может, и не нужно отказываться. Вот эта самая тень. На самом деле она просто от парня, который стоит сверху. Его можно, в принципе, сходить убить, потому что вроде как... На самом деле я уже не помню, на какой он лестнице точно находится, по дороге к выходу или нет, но проверять я уже это не буду. В принципе, это не так уж сильно важно. Выбираемся из этой локации, надеюсь, мне больше в этом прохождение. А, нет, доведется мне сюда идти. Но я пойду по короткому пути. Если вспомните, там пару минут назад мы видели человеческую тень, то есть какой-то игрок подходил в одно место. Я на это внимание камеры обратил, но ничего не сказал. Дело в том, что там появится NPC, у которого как раз можно будет купить катану. Для того, чтобы сделать из нее диван катану. И наверняка я ради этого сюда спущусь, а также спущусь ради Сигмайера из Катарины. Ну, а здесь вот перед выходом лежит сундук, в котором находится ключ как раз от той самой двери. И это означает, что практически наверх мы уже выбрались. Ну, с вот этими барбариуменами я разбираться не буду, потому что с этой стороны с ними жутко неудобно драться, так как их приходится по одному... Или хотя здесь удобнее. Не, неудобнее. Потому что с вот этими двумя приходится драться одновременно. Если вы будете идти с другой стороны, ну, хотя, наверное, можно и с любой стороны их по одному откатить, просто отступать особо некуда, когда вы идете по правильному пути. А вот когда идете обратно, у вас довольно длинный путь к отступлению. Кратчайший путь. Ага. Я уже здесь, в принципе, был, так что обратное возвращение до Храма Огня, я думаю, можно скипнуть, разве что, ну, вот здесь, чтобы вы убедились, что это действительно кратчайший путь. Ну, вот здесь лифт вы уже видели, поэтому это я точно скипну. А то полчаса он будет опускаться, потом подниматься. А сейчас нам нужно усилить фласочку и вернуться, для того, чтобы забрать кольцо с красным камнем. Потому что я в прошлый раз это не сделал. Сказав то, что я не хочу там умирать, в принципе, мало чего изменилось, потому что ХП у меня в этом плане не увеличилось, разве что больше выносливости стало, и я смогу дольше бегать. Но кольцо нужно забрать. Ради того, что просто это айтем. А также у меня сейчас есть все способности для того, чтобы убить того самого мертвого дракона. Ну, как мертвого? Дракона-нежить. По-моему, так он назывался. Чисто сюжетно я не знаю, зачем он там вообще размещен. Если кто знает, напишите. Ну, это невероятно, я бы сказал. Ну, у нас есть новая проблема. Этому парню конец. Скоро мы сможем в этом убедиться. Ну, а пока там, давайте глянем, из-за чего он начал орать. А, hello. Это ты, кто звал Белла Увагония? Я премьер-нежитый птиц, Крой Сикафракт. Крой-нежитый птиц, Продолжение следует... Продолжение следует... Очень много мерцающего титанита, заодно все починим. Продолжение следует... Шапку я грейдить не стал, так же как и перчатки и поножи, потому что сначала нагрудник пусть получит плюс пять. Там очень много мерцающего титанита надо на это дело. Потом уже все остальное буду грейдить, если вообще доведется. Этого дракона можно убить и в самом начале прохождения, если у вас есть хороший запас бомб, потому что отсюда он по вам не попадет вообще. Он даже не будет думать, что вы здесь находите. Единственный момент, что попробуйте закидать его таким образом, чтобы не упасть, так как всегда, когда персонаж стреляет, он делает шаг вперед и поэтому свалится отсюда как нифиг делать. Он имеет очень хорошую уязвимость к огню, так что пиромантам здесь опять же будет очень легко. Ну, клирикам не особо сложно, потому как вы видите, что все равно достаточно сильный урон наносится. Просто нужно прийти к нему немного попозже. Ну, это тоже, в принципе, не считается драконом, потому как это вообще непонятно что. Какое-то мертвое создание. Здесь, во-первых, драконами считаются те, у которых 4 крыла, а не 2, потому как 2 вроде как это дрейки, а не true настоящие драконы. Ну, это так чисто фанаты считают. Поэтому у меня не спрашивайте и не говорите мне, что в игре есть драконы. Я с вами согласен, потому что целая куча народу похожа на драконов, даже если она не является там по каким-то причинам ими. Но вот такие true фанаты Dark Souls считают, что дракона нет ни одного в этой игре. Даже тот же Коломит, когда писали. Ну, во-первых, все это считалось до DLC и разбиралось. Но даже с появлением DLC, в принципе, считается, что Коломит это не совсем дракон, потому как у него тоже не 4 крыла, а только 2. Ладно, забили на эту тему. Кажется, я запорол себе пробежку, потому что он не даст мне сейчас возможности оббежать себя и электрический урон ему особо много не наносит. А копья у меня сейчас кончится, поэтому давайте еще раз бежать. Здесь секрет этой пробежки в том, что нужно делать все очень быстро и все в нужных направлениях. Начнете оббегать дрейков не справа, а слева, допустим, то они вас убьют. Поэтому, ну, старайтесь повторять все в точности. Иначе имеете возможность очень большую провалить эту пробежку. Ну, хотя я, если честно, много видел этих самых пробежек. Большинство спидранов проходят именно так, как показываю я. Ну, может быть, кто-то всегда делал по-другому, и у него тоже все получалось. Но окей, я не буду уж слишком сильно с вами спорить в этом плане. Просто, если вы делаете это в первый раз, то постарайтесь делать вот все примерно так же. Ну вот, у меня что-то пошло не так, и дракон один успел меня зацепить, хотя не должен был. Где-то я время драгоценное потерял. Ну, неважно. На самом деле, вот это очень плохо могло бы быть, потому что они иногда взлетают и бьют по вам, пока вы находитесь на лестнице. Вот из-за этого бывает опасно получить пару повреждений. Ну, а так, с одного каста они вас убивают, просто смотря, как долго вы находитесь под действием этой молнии. Так, ну и все. Этот парень нам ничего нового не говорит. Тогда мы просто усилим перчатку, потому что я вспомнил, что я в крепости Сена ненавижу одних врагов, и я не хочу разбираться с ними при помощи обычного милиоружия, так что все-таки загрыжу в этом прохождении перчатку, так как мне чисто будет проще в этом плане. Ну, и плюс 4, это, конечно, не серьезно, поэтому давайте использовать все души, которые я накопил. И, как видите, накопил душ воинов я на довольно приличную сумму в районе 30 тысяч. Так что продолжаем грейдить перчатку. Выйдет она на плюс 9 у меня по итогам. Жаль, что не плюс 10, конечно, чуть-чуть не хватило. Ну, все души я тратить на это в любом случае бы не стал. Тут, как выяснилось, что еще кто-то играет в Dark Souls, и мне сделали плюс одну фасочку. Как вы могли заметить, потом, пока бежал, еще плюс одну сделали. Это не от того, что я где-то оставлял свои сообщения, а это от того, что я просто находился рядом с костром, когда его усиливал другой человек. Ну, и вот тот самый парень, который давал нам советы. Теперь он стал ополым, и ничего не остается, кроме того, как взять его и убить. Чтобы он больше не мешал ни нам, а никому другому. Ну, и, собственно, на этом часть у нас заканчивается. До новых встреч, удачи и надеюсь, что увидимся.